В 2017 год в Цвитковце поучаствовали около 30 фестивалях и конкурсах в разных уголках страны, как в городских, районах, как в российских и международных. Это и рождественские встречи, и пришлинские, и ютубские фестивали в детской библиотеке, Всемирный день поэзии, Есенинский, Верещение, поклонимся великим тем годам, Образ Крыма, фестиваль «Центр Европы» в Полоцке, там у нас участвовали Саша Дрожилович и Валер Теркин, вошли в шорт-лист, в финалисты, и «Тарханкут-2018», где Сережа Наума взял гран-при, и Образ Крыма, и «Солнечные блики в Градницах», и «Сердце России», и «Россия пред именем твоим», и фестиваль «Александр Невский», ну и, соответственно, и «Пасадская лиры», и «Пастернаковское лето», и «Боковский фестиваль». В общем, все перечислить, это займет очень много времени. Более того, кроме фестивалей и конкурсов, наши члены свитка провели 28 творческих вечеров. Из них три вечера памяти ушедших наших поэтов. Это вечер памяти Чикова, вечер памяти Чаш Чикова и вечер памяти Липпу Сердчукову. 18 презентаций личных сборников и альмонархов, и журналов, в которых публиковались наши свитковцы. Вот здесь у нас выставка, причем не всех журналов альмонарховых книг, здесь вот где-то порядка 25, а всего их у нас 35 наименований тех книг, журналов и альмонархов, которые печатались в наши свитковцы. Значит, 11 творческих вечеров презентаций, в которых публиковались наши. Это в Москве, это и Москва поэтическое притяжение, и Академия поэзии, и у Никитских ворот, и в Светлите столицы, и Мир без границ. Это все издания московские, международные, и наших поэтов там публикуют с огромным удовольствием. Провели 66 встреч с детьми и ветеранами на различных площадках города. Это в библиотеках, в школах, даже в детских садах, в службе социального обеспечения. И особую гордость у нас вызывает работа «Буга Светоч», которую ведет Наташа Докторова в библиотеке Розанова. Она проводит такую просветительскую работу, где собираются люди далекие и от литературы, и от музыки, но очень любящие культуры. И Мир без границ с таким удовольствием слушают. Она рассказывает им о композициях, о поэтех, о других культурах, об интересах. Еще около 50 мероприятий в прошлом году с участием свитков были проведены такие, как открытие художественных выставок, встречи со школьниками и дошкольниками, неформальное общение с командой, издавшей книги Глокова, с рисунками детей и многое-многое другое. Поэтический бакл, потом встречи в ходьбовом с местными поэтами. Проведено 41 занятие, 23 по стихам и 18 по прозе. Проза у нас пошла с конца марта, поэтому их 18. И, в общем, опубликовано в гурбороизведении в 15 альманахах и журналах, 11 личных книг. И еще я там засчитала не 11, а, наверное, 18 книг, самоздатовских книжок. Вот такие скромные итоги деятельности нашего свитка за прошлый год. И я надеюсь, что в этом году наш свиток также будет активно участвовать во всех мероприятиях, которые... И началось это все с рождественских встреч, которые будут подряд уже в январе месяце. И следующая суббота, это уже творческий вечер, Володя Каблова, всех приглашаем на часа. Минус в курсе. И мне хочется сказать, что каждый свитковец внес свой вклад в работу литературного объединения. И сейчас я буду представлять наши свитки, они будут представлять свое искусство, скажем так, свои произведения. И первым я хочу пригласить сюда Александра Дорошинского. Он опубликовался в этом 18-м году. В Москве поэтической, в трех альманаховых притяжениях, в журнале «Сельгий», в сборной «Горения», в альманахе «Академия поэзии». Два номера, да? Участвовал в рождественских встречах, в фрукцовском фестивале, в фестивале «Перещение», «Боковские чтения», «Пасадская лида», «Светлая лида», «Центр Европы». «С чего начинается Родина», «Поэзия мужества и героизма», «Пастернаховская лида», «Руся сиянная», там он победителем стал, «Витебский листопад», там он третьей степени получил лауреатство за поэзию и юмор. «Россия перед именем твоим» второе место, финал 8-го Всероссийского Александра Дневского фестиваля в Москве. Он провел множество встреч с читателями, с детьми и ветеранами. И в этом году Александр Дорожинский в конце 18-го года вступил в Союз писателей России, с чем мы его и поздравляем. Так, слушаешь и думаешь, не жаль, это все рио. Совсем недавно, чуть-чуть в сторону, у нас есть члены свитка, которые Галина Николаевна сказала, но по каким-то причинам давно с нами не общаются. Один из таких хороших людей, замечательных авторов, Игорь Сойкин. Вот он как-то вот заперся у себя на вакцине, но я с ним встречаюсь. И недалее, как вот последний четверг, в то время, когда было занятие, я помогал ему проводить вечер. И он тут примерно так же читает. Это разве я писал? Ну, в каком-то старом сборнике, который там 20 лет. Не буду задерживать ваше внимание, спою песню на стихи Владимира Сосина. Честно говоря, когда шел сюда, думал, а что ж спеть-то? Много как бы песен, разного уровня, своих и на... Но буквально в голове, последний, наверное, месяц, крутится фраза «Я чего-то достиг...» Фраза словами Ньютона. «Я чего-то достиг, потому что стоял на плечах своих предшественников». «Тростниковая дудка». Напевая шла муза по свету, по осенним пустынным дворам, Тростниковую дудочку флейту обронила, а я подобрал. И с поспешностью неосторожной, что присуща лишь пьёной стенам, Не побрезгув в её дорожной, я прижал эту дудку в губа. То ли гуда детей не заграла, то ли почудился за мастерства, И одудел, а листва облетала, облетала святая листва. Было мне и легко, и азартно, не щадил я нелёгких ещё. Но вернулась тут муза, сказала, не умеешь отдать, дурачок. Ты взялся не с этого краю, нужно здесь не дутьё, а душа. И ушла на тростинке, играя по тропинке двора, ушла. И затихла мелодия флейты, навсегда от меня удалясь. Красниковая дубочка, где ты, как тебя не хватает сейчас? Я давно уже сам понимаю, что нельзя вдохновляться спеша, Что я взялся не с этого края, что важней не дутьё, а душа. Ведь важней не дутьё, а душа. Да, важней не дутьё, а душа. И одно стихотворение, которое так получилось в 18-м году, Во всех многочисленных публикациях и фестивалях, Прошла как красная линия. Подавал во множество, и во многих оно было отмечено. Однажды на выставке. Картины висели на стенах музея. Днём люди по залам бродили, глазея. А ночью, когда посетителей нет, Когда полумрак и нескоро рассвет, Тогда оживали музейные стены. Картины шептались на разные темы. То живо обсудят, чей это портрет. Похвалят пейзаж и батальный сюжет. То спорить о чём-то начнут влечённо. Один натюрморт вдруг спросил, удивлённо, Скажите, зачем здесь икона лисит? Ни яркие краски, ни тот колорит, Не видно в неживости изображения, Не видно совсем никакого движения. Пускай подтвердит это чёрный квадрат. Он дорого стоит, а значит, богат. Свою пустоту прикрывая молчанием, Отделался чёрный квадрат лишь мычанием. И вновь сохранил свой таинственный мир. Все думали мудр, потому и молчит. А он просто имидж испортить не хочет. Сама же икона печалилась очень. Совсем не о том, что опять и опять Вокруг продолжали её обсуждать. Её огорчало, что люди шли мимо. И ей было больно, почти нетерпимо. Заплакать хотелось порой от того, Что рядом бывало совсем никого. Хотя иногда, как на прошлой неделе, И к ней подходили, но просто смотрели. А кто-то с молитвой икону писал И вкладывал душу без всяких похвал. Была бы она не на выставке в раме, А рядом с другими иконами в храме, Ведь свет от лампады теплей фонарей. Пусть люди молились бы вновь перед ней, А здесь, где картины на стенах музея, Все просто по залам проходят, Глазея. И грустными были иконы в глаза. И еле заметно катилась слеза. Изменятся люди, изменят законы, А в храме всегда место есть для иконы. Спасибо.